Всем привет! Меня зовут Максим Кухарь и это Электроника на пальцах. Тема выпуска – реостат и потенциометр. Реостат – это электрический элемент, сопротивление которого можно контролируемо менять. Его еще называют переменный резистор. Поэтому нетрудно догадаться, что он работает по тем же принципам и правилам. А если вы не знаете, что такое резистор, то переходите по ссылке в описании и смотрите наш предыдущий выпуск. Хорошо, с определением разобрались. Но как изменить сопротивление? Самый простой и легкий способ – это изменить длину проводника. Так работают всякие барабаны-крутилки и ползунковые реостаты. В первом случае мы изменяем поворотом рычажка длину дуги. Во втором случае мы изменяем длину прямым передвижением. При перемещении подвижного контакта длина проводника меняется, и по уже известной нам формуле меняется и его сопротивление. Стоит уточнить, что реостаты бывают не только механическими. Так существуют жидкостные реостаты, которые состоят из металлических пластин и электролита – токопроводящей жидкости, в которую они погружены. В таком случае сопротивление зависит от площади пластин в электролите и расстояния между ними. Помимо этого существуют ламповые реостаты, где сопротивление регулируется количеством ламп в цепи. Но оба этих вида реостата достаточно сложные, поэтому о них сегодня не будет много подробностей. А теперь к применениям. Во-первых, реостаты используют для регулировки силы тока и напряжения. Однако для регулировки напряжения недостаточно просто реостаты. В прошлом выпуске я рассказывал о таком соединении резисторов, как делитель напряжения. Если использовать вместо резистора реостат, то получится потенциометр, с помощью которого можно плавно менять напряжение. Это настолько часто нужно в технике, что потенциометр производится как базовый элемент электроники в небольшом и удобном корпусе. Таким образом, меняя силу тока и напряжения с помощью реостата и потенциометра, мы можем регулировать другие параметры устройства, например, яркость лампочки, громкость колонки и много чего другого. Кстати, чтобы визуально отличить потенциометр от реостата, достаточно просто посмотреть, сколько у элемента контактов. Если это реостат, то их будет два, а если потенциометр, то три. Еще стоит отметить, что так как в потенциометре уже есть реостат, то при определенном подключении он им и станет. А также потенциометры — это в основном механические реостаты. Второе применение — это датчики. В основном угла наклона или поворота, а также линейного перемещения. Такие в основном используют для того, чтобы проверить, как, например, мы сильно отклонились за крылки у самолета или как далеко что-то переместили. И третье применение — это подстроечный резистор. Вид реостатов и потенциометров, которые используются для точной настройки радио и электронных устройств во время их монтажа и ремонта. На самом деле, это далеко не все применения данных элементов. Да и, как я уже сказал, у них много разновидностей. Но это все довольно сложные темы, поэтому на сегодня все. Спасибо за внимание. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok